Добрый вечер С такой это ваш стиль Черная и эти длинные волосы Были короткие иногда, бывали Но это вот такой стиль Который на протяжении всего Имидж Когда вы поступали туда Такой был Это проведение Что меня туда не приняли Я бы не стал столь разнообразно жить Как я живу сейчас То есть я бы пелся в Большом театре И пел бы Но это была бы карьера Оперного певца Может быть удачная, может быть менее удачная Но в самом случае однообразная карьера Я бы так сказал Сейчас я занимаюсь Самыми разными вещами И я ловлю кайф от того, что я сегодня делаю Одно, завтра другое, пусть завтра третье А вам не кажется, что благодаря вам Как прочим и Высоцкому Старые структуры Прекрасно выпускали пар Один такой есть Это Вы совершенно правы Но ведь пару Который выпускается из чайника Неведомо, что его кто-то выпускает Пару кажется, что он кислород Поэтому я так себя всегда мыслил Что я свободно лечу из чайника И от того, что я летаю Оставшимся чайником Было из-за чего Сражаться за поднятие собственных крышек Нас, да, так отпускали Но ведь, посмотрите, как Горбачок ведь тоже Он так хотел, я думаю, крышку приподнять У котла И чуть-чуть спустить давление Не получилось Котел взорвался Дивные слова в одной из песен И куда мы держим путь Это ведь не главное Главное держать его только и всего Нет, не так Главное держать его, а не знать куда Хорошо, а не знать куда Прошу прощения, мне по телефону наговариваются Понятное дело Вы когда начали, собственно, стишки-то писать? Стишки, именно так их назвать Году так, в 62-м Это были романтические, любовные, лирические стихи Ой, хорошо Посвященные девушке Секунду, секунду Подождите Можно пример какой-нибудь? Ой-ой-ой-ой Ну, пожалуйста, любой, любой романтик Это подождите Я московский парнишка, очкастый, негрубый Мое сердце большое, как у вала Перекачивает по кровенапорным трубам Мои думы, стремления и дела Вот такой был образ совершенно идиотский Потрясающе Такая Маяковщина Начитался Маяковского Полюбил облако в штанах И вот что-то в этом роде Но это на песню никак не попадало А теперь как к нему отношения? Разное Вы знаете, как к человеку все хуже и хуже А как к поэту напротив? Как к поэту все лучше и лучше к ранней лирике И все хуже и хуже к позднему его, так сказать Пост-революционизму, если так можно сказать Что чувствует по утрам А, наверное, вы как человек бумонтный Встаете в часов 11 В 7 Так, продолжим В то время, как только включишь радио Раздаются крики Идти 17-го числа На демонстрацию По восстановлению союзных структур Нет, не идти Какие ощущения у человека, который всю жизнь Стоял особняком Который все время вроде бы говорит Это ко мне не имеет отношения Но пишет антисоветские песенки Антисоветские Я о старых структурах Вы понимаете, какая штука Гениально кто-то говорил То ли Гинденбург, что ли, о России Что вот ее нельзя трогать Нельзя приставать к русским Нельзя на них наступать Даже если колосс на глиняных ногах Нельзя на них, как бы Не знаю, войной даже идти Потому что Если оставить этого колосса на глиняных ногах Как бы в стороне Не обращать на него внимание Он развалится сам под своей тяжестью Кто колосс в данном случае? В данном случае это огромный Вот этот партийный Не знаю Менталитет Воплощенный в конкретные формы В человека В знамя В пальто В выражение лица В ботинки Это, это Это нельзя замечать Этому нельзя придавать значение Мне кажется, что все журналисты Которые с утра до ночи Пишут А 17 марта Просто получили деньги От коммунистов Об 17 Да Получили деньги от коммунистов Да, я думаю, что они получили большие средства Иначе они просто идиоты Нельзя замечать это направление В философской идеологической мысли Если ты начинаешь его замечать В любой форме Оно консолидируется Набирает силу И в конце концов побеждает Хорошо Хорошо Какие свои строчки издевательские Вы считаете, наиболее точно характеризуют Всю эту ситуацию? Я прошу мне ответить именно стихами Ой, я не знаю, какие точные Ну, я не знаю Как не стараться Как не мучиться Лица страдальца Не получится Сколь не рисуй себя с великими Не станешь лучше рисовать Кого в Христы, кого в почет ввести Кого в листы, кого в отчетности Кого за томные страдания Кого потом Кого заранее Какие еще полезные советы дал бы Градский? Вам верят? Кому? Политически настроенным массам? Не знаю Да, политически настроенным массам Кроме того, что Не обращайте внимания Ребята, я, конечно, советы давать не люблю У нас страна советов Уже нет? Нет, страна советов как нет? У нас есть московский совет? Есть, есть ли он совет? У нас страна советов А, хорошо Кстати, прекрасное было название Советский Союз В чем проблема? Почему содружество не союз? Почему не советский? Ну, наверное, это была аллергия просто Наверное Ну, хорошая аллергия Есть и такие большие проблемы Из этого слова И я, хоть я и там Диседал и так далее Я все равно за Советский Союз Мне нравится это слово Красивое слово Юнионцев, Етик А СНГ Это что такое? Александр, чего трогать нельзя в этой жизни? Перечислить Людей И все Значит, люди со всем связаны Значит, трогать ничего нельзя Нельзя людей бить Нельзя их бить по глазам Надо их уважать Уважать надо людей Надо объяснять им Саша Я знаю, что мы договорились Не петь и петь не будем Это все понятно Не сломайся микрофоны Давайте сделаем такую штуку Не, как сказать Не пая Не исполняя пение Не пев Не пев Споять Не пия Спеть Спеть А чего спеть? Все что угодно Из последнего Может быть, из каких-то эскизов Потому что гражданин Я понимаю, что пришел гражданин городский Обо мне всегда хорошее мнение Что я петь умею А сейчас я болен вдрызг Поэтому я сейчас начну петь И это будет точно не грозило Не, не надо Вот точно так же эскизно Своё какое, да? Да Ну я даже не знаю, что Я просто не в курсе дела Собственного Да, про что делать Ну я не являюсь героем этой страны Со стороны наблюдая За вашей вознёю Делаю вывод, что Выводы со стороны Правильней, чем суета Меж грызнёй и резнёю Я не являюсь спасителем И пастухом Я не поэт Хоть удачно играю словами И, растирая извилины На лбу сухом Вы незаметно работаете головами Вы совершаете Сей титанический труд И формируете Сами себя понемногу Мне же пора собираться В такую дорогу Где обозначен конец Но ясен маршрут Крут перевал Я его одолел без усилия Прут по нему На пролом и дурак-герой В космосе чёрной дырой Ты была бы Россия Если бы ты не была Просто чёрной дырой Если бы ты не была Просто чёрной дырой Ну, это долгая Длинная песня И аккорд, да? Ну, да Что-то в этом роде Сколько вам лет? Срок 2 Первый тайм Вы уже отыграли? Я второй уже отыграл Я считаю Вообще в этом возрасте Уже помирают Так что, если я вдруг Случайно помираю Родники у вас впереди Поэтому мы давайте Не-не Если я случайно помираю То, в общем-то, так У меня будет В этот момент Некоторые сожаления Вот когда я пойму Ага, значит Я уже не напишу И не запишу Оперу Мастера Маргарита А вы считаете Что можно сделать эту оперу? Я её делаю 11 лет Вы считаете Что можно... Я... Саша Я понимаю Что можно даже сделать Чтобы пел Ленин Да, он пел Творище пролетар... Ну, я не могу... Он пел не так Он пел в опере «Октябрь» Как? Это ужасно Я не могу Я не могу Ну, пожалуйста Ну, хорошо Пел Моресев Даже у Прокофьева Ну, хорошо, цитата Милый ты мой губошлёп Да какой же я тебе фриц Я ж природный воронежец Такой лёжаный с ногами Это что, цитата такая? Да О, боже Или там Семён Катко Опера гениального композитора Прокофьева Но Когда у Семёна Катко Значит, встреча С каким-то там Председателем Выделения земли Да-да-да И председатель Выделения земли Поёт Семён Катко Следующий Он поет Мы тут всем обществом Только что Поделили землю Помещика Климбовского Оркестр Говорит Хрять Дальше поет председатель На твою душу Здесь полагается Там три с половиной Десятины Владей Хрять оркестр Коткопает Покорно благодарю Общество И советскую нашу власть Это гений Прокофьев Написал эту гадость Я вас уличил Да, я её пел, кстати На третьем курсе Вы сейчас её поёте Вы сказали, что у вас голоса нет Вот то вы можете петь Партийно провисно Этот стон у нас Голосу зовётся Не, ну это ужасно Я плохо себя чувствую Правду Не, просто это Эмоционально бодрит Ну это я могу обмануть и вас И зрителей Хорошо Хорошо, но серьёзно Вы считаете Что можно Чтобы спел Воланд Да Я уже это делаю Я за всех их пою И показываю друзьям И что они говорят? Все говорят одно и то же Теперь скажите, что Хорошо говорят Всем нравится Что для вас Россия? Да всё Это Какой вопрос, такой ответ Всё, но я работаю в Японии Видите, там интереснее работать Сейчас интереснее Там компакт-диски более качественные Да, я выпустил компакт-диск Там метаморфозы он называется Он хорошо продаётся Для Японии очень хорошо Продали, по-моему, тысяч сорок На японском? На русском На английском и на итальянском Я очень хочу услышать что-нибудь Так я же пел уже Так, я ведь могу выключить микро Да Пожалуйста, любое, что хотите Не пойте, как угодно Послушать Градского его стихи Ну Всё есть слова И все слова Слован И жизнь и смерть слова Но сказаны Не нами Их суть Не постигает Голова Набитая пустыми Письменами Учёный друг мой Тухлый книгачей В пыли унылой вечности витает Зачем ты знаешь Как бежит ручей Когда он так бежит И так сверкает Как тает снег В науке Аж два о А мне и одного Вполне похватило Пусть удивится о То От того Что солнце встало Над землёю С тылой Дальше Да ну Дальше Не поэт же я Пожалуйста Нет Во всяком случае Я вот что думаю Хороший поворот Да Во всяком случае Я вот что думаю Надо всё-таки отвечать Раз я пою Что я не поэт Ну что я буду просто так читать А петь мне тяжело Вот эта камера сейчас работает Даня, Маша, привет Это я Ладно, ещё придёте? Ну позовёте, приду Добрый день, друзья и недруги 3 ноября 24 года Исполнилось бы 75 лет Александру Борисовичу Городскому Гениальному музыканту Недооценённому Современникам Отцу советского рок-н-ролла Он мне не раз говорил Что ему не нравится Этот титул Ну из песни слова Не выкинешь Так его называют Выдающемуся деятелю культуры И сейчас я говорю Не только о музыканте А вообще о личности Бывают такие Одиночки приходят Из ниоткуда уходят В никуда И оставляют Вот такой след Который оставил Градский И я надеюсь Что его наследие Не растворится Вот во всех этих поделках Моих коллег Какой-нибудь Потому что оказаться В каком-нибудь контексте И своим появлением Как бы Вот Верифицировать То, что там будет сказано Потому что чаще всего Про него, конечно, говорят Про исполнительность Совершенно не вспоминают Каким он был Музыкантом И каким он был Аранжировщиком Допустим И вот вообще Музыкальным деятелем На днях Буквально Принял участие В записи Программы Николая Максимовича Цискарит Среди приглашенных Были в основном Люди Имеющие отношение Голоса Но это понятно Первый канал Естественно Заинтересован Напоминать О Градском Как у Человеке Изголоса Собственно И этот проект Дал ему Вторую жизнь Он стал известен Со стороны А мне обидно Что страна узнала Вот такого Муградского Уже достаточно Умудренного Утяжеленного Потому что Я-то помню Его совсем другим Я помню Его рок-н-ролльщиком Красивым Наглым Самоуверенным По-хорошему Имеющим себя Подать Знающим себе Цену А уже не таким Благостным И Грузным Отъевшимся Котлетами Собственного Изготовления Но хорошо Хорошо конечно Что у него Был вот Вот эта вторая Жизнь Телевизионная Он очень много Сделал для Голоса И Прекрасно Про него Говорил Афсюто Не знаю Что там В эфире Останется Но в основном Повторю Это были Его воспитанники И Люди Изгулся Зачем-то Там был Баста Которого Градский Не привычал Он вообще Не любил Рэп Рэперов Этого Вакуленков 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 Градского Вакуленков 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 Военную Операцию Как Про Войну Хорошо Идет информационная Война На войне Как на войне Поэтому Значит Какие-то Жертвы Невеликие Возможны В плане Того Что Можно Вспоминать Градского И Вспоминать Каких-то Людей С которыми Он По жизни И дружил И был Вместе Был Рядом Мне Жаль Конечно Что Не сподвиг Я его На третью Книжку Меня На эту передачу Я понимаю Пригласили В основном Конечно Не как Забутыльника Давнего Советских Времен Градского Как автор Единственных Книг О нем Первые Фактически Единственные Книги Голоса Вторая книга Которую Сделал к юбилею Это так было Уже в общем В известной степени Парафраз Первый Которую Как я считаю Сделал Не написал Он Сделал Потому что Его небольшие Ремарки К этой книге Они Значит Гораздо Больше Чем Весь остальной Там Мой труд По Компиляции Каких-то Наших бесед Заметок И моих наблюдений Я почему Считаю Нужным Оставлять Вот эти Интервью Которые Не я Записывал С Градским Потому что То что я С ним Записал Это уже Простиражировано В том числе На 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 Ютюбе На Дзене Саша Был Колючим Жестким И иногда Не очень удобным Собеседником Но Блистательным Блистательным Собеседником И Если он Конечно От того Градского Которого Я помню Там Восьмидесятых Вообще В смысле Вот этого Какого-то Драйва И подачи Не осталось Ничего Но осталась Ирония Остались Вот эти Такие Вот его Штучки Вот умения Что-то Выхватывать Наблюдать Он даже Когда говорил Скажем Там С точки зрения Допустим Геополитической Ерунды Это всегда Было Очень ярко Всегда Было Интересно И С этим Можно было Полемизировать Он Кстати Всегда Было Открыт Полемик Он В отличие От того же Иностранного Агента Макаревич Не упирался Вот Он Он Понимал Что Мир Изменчив И Надо Жить В мире И Наблюдать За миром И развиваться Не хватает Мне Вот Я понимаю Что Это Звучит Как Клише Как Такая Вот Банальность Но Но Это Правда Я Вот Очень Жалею Что Иногда Там Бывал Занят Не Не Снимал Труп Иногда Не Хватало Мне Времени Чтобы Принять Его Приглашение Заехать Вот Еще раз Повторю 75 лет Я Надеюсь Что Когда Будет Столетний Юбилей Его Будут Помнить И Уже Будут Помнить Не Как Человека Который Как Это Там Совершил Ошибки Которые Мы Все Совершают А Как Музыканта Большого И Как Человека Который В Значительной Степени Отражал Эпоху Который Он Жил Это Был Очень Очень Яркий Персонаж Был Неправильно Сказал Это Просто Яркий Персонаж Он Был И Остается Ну В моей Памяти Во всяком Случае Вот Собственно Все Что Я Хотел Сказать Сейчас Еще Один Отрывок Ставлю Это Делается Для Того Именно Само Пение Именно Третьего Ноября Чтобы Самому Себе Лишний Рад Сказать Что Я Еще В Форме Хорошей Вокалини А Вы В Хорошей Форме В Отличной Я Пару Лет Назад Бросил Курить Я Предполагал Что Я Лучше Петь Не Буду Если Бросишь Курить Я Бросил Курить Стал Петь Почти Как Молодые Годы Неожиданно Оказалось Такое Удивительное Удивительное Преображение Я Когда Бросил 7 лет Назад Курить Я Стал Толстеть Ну Я Тоже Так И Что Мы С этим Ничего Не Будем Делать Потихоньку К К Килограм 8 Скинул От Что Было А Что Было Многовато Так Сейчас Еще Килограм 15 17 Надо Убрать До Третьего Числа Что Ну Как То Прилечнее Выглядит А Как Вы Убирает Да Не Ем Ни Черт Да Овощи Фрукты Так Ну Стать Но Я Не Пью Во Первых Я Не Ем Каких Мощных И Всяких Сладких Сладких Вкусностей Картошки Вот Так Решил Это Все Дается Усилием Боле Ну В общем Какой Степени Да Небольшая Вода Для этого Как выяснилось Когда я бросал Курить Это Сашка Маленький Подошел Ко мне В смысле Сын Александр Александрович Подошел Так Видимо Марина Его подговорила Я не знаю Что там было Он подошел Сказал Так Внимательно Папа Посай Курить Я говорю Понял И все И бросил Через час А вот так вот Да Вы сами Эту дверь Открыли Александр Первая Уже Спит Была Ее Вторая Нет Декабрь 86 Январь 87 Устаканилось Где-то К февралю Последние слова Были придуманы В марте Выкинуты Неважные Рифмы Остались Только Приличные Ах Мразь Телевизионная Студийные Бестыжие Родинные Мурлок Мораль Дивизионная Лудильные Престижи Рутинные Урлок Суконные Пасконии Квасное Беззаконие Мышиная Возня Власть Золотопогония Страстного Патагония Да Нос Дризня А мы Не ждали Перемен И С веком Шествую Не в ногу Но Совершенствую Дорогу Благословляли Свою Дел Да Мы Не ждали Перемен Кому Быть Виноватому Партицу Ль Вороватому Писателю Ль Вруну Рабочему Ль Молчальнику Христианину Ль Печальнику Шуту Ль Говору Ль Печальнику Не каятся Доболином Кусавшим И Укусанным Народный Выше Суд Не Андерса Доболина Так Шевчука С Бутусов С Базара Понесут Ах Мы Не Ждали Зов Трубы Мы Были Клапаны И Трубы Но В Нас Ничьи Тодули Губы А Ветры Духа И Судьбы Да Мы Не Ждали Зов Трубы Ах Время Наше Сучее Летучее Ползучее И Прочее Жулье И Партии Разучены И Рукава Засучены Готовы Под Ружье Колонны Перестроены Удвоены Утроены Штабные Штабеля А На Вершине Случая В Тоске Благополучия Цепные Кобеля Да Мы Не Ждали Перемен И Вам Их Тоже Не Дождаться Но Надо Братцы Удержаться От Пустословия Орен И Просто Самовыражаться Не Не Ожидай Перемен Не Ожидай Перемен Не Ожидай Перемен Благополучия Ее Вер Благополучия Благополучия